Крым Приглашаю вас на прогулки по Крыму Прогулки по Крыму с Алексей Греборовским Давайте вместе откроем эту землю Как говорили древние римляне Дегустибус нонес диспутантум То есть о вкусах не спорят Это очень мудрое изречение Но все же порою бывает трудно удержаться от спора Когда заходит речь о том, какой город Крыма самый лучший Безусловно, каждый город замечательен по-своему Я, например, абсолютно уверен в том Что с исторической точки зрения Наиболее ценным и интересным является Бавчисарай Но вот что касается внешней, чисто художественной стороны То, на мой личный вкус, самый красивый город Крыма и Украины Это Севастополь Вполне возможно, что кто-то и не согласится с таким мнением Но как раз для этого случая Древние и придумали свою мудрую поговорку О вкусах не спорят Белокаменный красавец поднимается над волнами Словно роскошный многопалубный круизный лайнер Вычурная лепка архитектурных украшений Четкие штрихи акации Белые и оранжевые утесы над синевою узких бухт Все вместе это составляет очень эффектный городской пейзаж Слово «Севастополь» у большинства ассоциируется прежде всего с флотом Чьё присутствие, конечно, оказало решающее влияние И на прошлое города, и на его облик Впрочем, история военно-морской базы Это относительно недавняя глава в исторической летописи этого уголка Крыма А мы в наших прогулках по Севастополю Попытаемся заглянуть в более давнее прошлое здешних мест Днем основания «Севастополь» Севастополя считается 14 июня 1783 года В этот день матросы с русских военных кораблей заложили на берегу бухты Первое каменное здание будущей военной базы Дом командующего, часовню и кузницу Эта бухта сегодня называется Южной А в те времена она еще носила крымско-татарское название Карталы-Кош, то есть Орлиный угол Ее побережье, где сегодня шумит площадь Нахимова Было засушливой пустошью зарослями можжевельника Можно было бы считать, что город возник на пустом месте Но в том-то и заключается особенность Крыма Что на полуострове просто нету таких клочков земли Которые не несли бы в себе богатой памяти прежних эпох И история одного народа переблетена с историей другого настолько тесно Что иной раз это незаметно даже для самих участников такого взаимообмена Также и здесь История основания русского военного порта Севастополь Будет неполной в отрыве от истории Крымского ханства Тем более, что участие и самих бочесарайских правителей в этом процессе Было более заметным, чем это обычно принято считать В 1774 году по итогам очередной русско-турецкой войны Крымское ханство получило независимость от Усманской империи Под власть ханов перешла вся южная часть полуострова Которая до того подчинялась не бочесараю, а Стамбулу Среди этих цветущих богатых земель Кефе, Судака, Балаклавы Был и засушливый малонаселенный уголок На юго-западном конце полуострова С прорезавшей его узкой бухтой Крымские татары называли эту бухту Хадилимен или Авлита Северный ее берег именовался Бешлимен То есть 5 гаваней, а южный Ондертлемен или 14 гаваней Каждая из них тоже имела свое название Хамамлы, Сулуджа, Бахшили и так далее Портов и пристани в этих гаванях не было Поскольку прежние владельцы края, турки, довольствовались портом Инкерман Восточной части залива Побережье этой уединенной бухты отличалось малонаселенностью Приморские равнины были сухи и каменисты Рек здесь не текло, а источники пресной воды редки Лишь к северу от бухты лежали две небольших деревушки Учкую и Акьяр А на южной стороне селений и вовсе не было Зато эта полудикая местность славилась другим Поскольку климат здесь теплее, чем в степном Крыму И здешние пастбища редко покрываются снегом Сюда ежегодно со всего Крыма сгоняли на зимовку великое множество овец Их многотысячные стада все лето паслись на высокогорных лугах крымских яйл Затем с наступлением осени пастухи перегоняли их с гор в крымские степи А когда там начинались снега и метели, вся эта огромная масса живности перемещалась сюда, к бухтам Если зимние ветра крепчали, пастухи гнали стада под защиту древних развалин, что возвышались над морем Среди руин можно было различить круглые башни, высокие стены из огромных тесаных блоков За крепостными воротами взору открывались заросшие травой фундаменты каких-то зданий, куски разбитых мраморных колонн и карнизов Простые местные жители знали об этой крепости лишь то, что жизнь в ней угасла очень и очень давно Возле ночных костров пастухи рассказывали легенды о том, как эту твердыню в незапамятные времена построили бездесущие генуэссы И как затем польский король в союзе со злым великаном Салсалом пришли в Крым и разрушили ее Крымские татары называли эти заброшенные укрепления цары Кермен, то есть желтая крепость Впрочем, с этим местом были связаны и другие, более свежие воспоминания Они относились к первой половине 17 века, когда крымские всадники и украинские казаки почти ежегодно обменивались военными ударами Время от времени запорожцы приплывали с Днепра в больших морских лодках, высаживались на берег, громили прибрежные города и села А затем быстро возвращались к лодкам с добычей и скрывались в морской долине Безлюдный и заброшенный Сары Кермен очень подходил для таких рейдов Например, летом 1633 года здесь высадилась целая флотилия из полутора тысяч казаков Они устроили в Сары Кермене военный лагерь, откуда затем на протяжении почти двух недель совершали дальние вылазки, атакуя с моря Гезлев, а по суше добираясь почти до самого Бахчисарая Хан Джанебек Герай выступил им навстречу Крымское войско в то время воевало в России, и потому бойцов при Хане оставалось очень мало Лишь с большим трудом ханские гвардейцы смогли отбить казаков от окрестностей столицы Удобство здешней бухты не ускользнуло от внимания соседних держав Еще в 1773 году сюда вошло российское разведывательное судно Его команда осмотрела и подробно зарисовала берега, отметив, что здесь нет других поселений, кроме деревушки Ахьяр в девять дворов От названия этого села, записанного как Ахтиар, бухта получила на русских картах название Ахтиарской Тем временем в Крымском ханстве разворачивались бурные события Формально страна стала независимой, но на деле крымским ханам приходилось действовать под постоянным пристальным надзором российских генералов Которые стояли на полуострове со своими многотысячными войсками В 1777 году крымский трон перешел к Шахину Гераю, убежденному союзнику России Не прошло и года после начала его правления, как подданные восстали против хана, раздраженные засильем иностранцев и неумелыми реформами С помощью русских войск Шахин Герай жестоко подавил этот мятеж Турция, проигравшая последнюю войну, была не в силах снова воевать с Россией и потому не вмешивалась в конфликт Однако в ответ на просьбы восставших крымских татар, османский султан позволил одному из прежних ханов, Селиму Третьему Гераю, отправиться в Крым и попытать счастье в борьбе за престол Сам султан ограничился лишь тем, что послал крымским берегам несколько военных судов для наблюдения за ситуацией Турецкие корабли встали на якорь Бакьярской гавани Селим Третий Герай, Бахт Герай и прочие предводители восстания ожидали, что следом за этим будет прислано большое войско Но турки избегали войны, а справиться без их помощи с русскими поставшие не могли Наконец, летом 1778 года в бухту вошло еще несколько турецких фрегатов Шахин Герай направил им требование немедленно покинуть залив, но те не подчинились Тогда встревоженный хан лично явился на берега гавани Вместе с ним сюда прибыл и генерал Суворов, который в то время квартировал в Бахчисарае Вскоре османские моряки увидели, что хан, одетый во все черное, бродит по берегу бухты в сопровождении свиты из 500 человек На вопрос турецких капитанов, почему Шахин Герай нарядился в траур, им ответили, что хан, пока не освободится от османов, будет считать себя невольником На следующее утро османы увидели, что солдату Суворова за ночь возвели земляные укрепления по обеим сторонам бухты И уже нацелили с них пушки на турецкие корабли Османский командующий потребовал объяснений Суворов в ответ заявил, что ничем не нарушил условия русско-турецкого мира Зато ханские советники ответили напрямую Идут и возведены для того, сказали они, чтобы защитить ханство от дальнейших мятежей И если турецкий флот не покинет бухты, то может быть обстрелян Тогда наблюдатели снялись с якоря и покинули бухту Эти суворовские укрепления и стали первыми военными сооружениями на месте будущего Севастополя Расчет Шахина Гирая на Союз России не оправдался Весной 1783 года он лишился власти, а Крым – независимости А летом того же года, как мы уже говорили, русское командование начало строить здесь военный порт Первоначально он получил название Ахтиар по наименованию бухты И получилось так, что теперь в бухте стало соседствовать два населенных пункта, названных одинаково Один – строящийся русский военный порт на южном берегу И другой – старое крымско-атарское село на северном Место, в которое это село располагалось, в наши дни называется Сухарной балкой Сегодня в ней стоят какие-то военные объекты, въезд в нее закрыт И следов старого Акьяра мы там уже не увидим Екатерина II повелела назвать новый городок Севастополем Это отвечало ее замыслу возродить древнегреческие названия городов на завоеванных территориях Так на карте появились Одесса вместо Хаджибея, Евпатория вместо Гезлева и так далее Но вышло так, что задумка императрицы была воплощена с большой путаницей И Актиару присвоили чужое название Ведь Севастополесом в древности назывался совсем другой город, стоявший на месте современного Сухуми на грузинском берегу А вот древнее местное название Херсон, наоборот, перенесли из Крыма к устью Днепра Такая промашка тем более удивительна, что ученым людям и в Европе, и в России было давным-давно известно Что древний Херсон или Херсонес находился именно здесь, на берегах Актиарской бухты Это его развалины крымские татары называли Сары-Керменом Преемник Екатерины, император Павел, отменил псевдоантичное переименование И в 1797 году Севастополь снова стал Актиаром Но через 29 лет Екатерининское название вернулось и с тех пор прижилось навсегда Новый город стал в буквальном смысле плотью от плоти старого Для строительства Севастополя и его укреплений массово использовали готовый тесанный камень из древних стен Херсонеса Как писал швейцарский путешественник де Монтере, первый день Севастополя стал последним днем Херсона Это, конечно же, сильное преувеличение Древний Херсонес вовсе не исчез бесследно и по-прежнему может рассказать нам многое об истории Крыма Что именно мы можем поведать? Об этом мы поговорим в следующих выпусках нашей передачи